А затем, пройдя Малахитовый зал, заходят в Малую столовню, где прятались от обстрела министры Временного правительства. Вслед за спецназовцами туда входит уже в третий раз Чудновский и с ним впервые Антонов-Овсеенко. Оба люди Троцкого. Пальчинский тихо говорит ему. Все в порядке. Наши договорились с вашими. В час пятьдесят минут ночи, 26 октября по старому стилю, 8 ноября по-новому, Антонов-Овсеенко именем ВРК объявляет Временное правительство незложенным. Министров выводят из Зимнего дворца и отправляют в Петропавловскую крепость. Но им нечего беспокоиться за свою судьбу. Вскоре всех их отпустят на свободу. Ведь наши договорились с вашими. Начался заключительный акт исторического спектакля под названием «Штурм Зимнего». А вот штурм-то начался, когда рассвело, и когда толпа узнала, что в Зимнем дворце охраны нет. Ворвавшаяся толпа принялась громить Зимний дворец. Штыками изорвали портрет императора Николая II работы Серова. Прикладами разбивали старинную милу. Рассовывали по карманам все, что можно было унести. Вырезали кожу на диване. Кожаные куртки входили в му. В России был сухой закон. Штурмовавшие Зимний дворец обнаружили царские винные погреба. Они все напились. То есть возникла опасность, что революция погибнет от вина. Порядок навел все тот же таинственный спецназ из Финляндии. Большевики взяли власть от имени ВРК. Но кто будет главой нового правительства, так и не ясно. Еще недавно казалось, что, конечно, Троцкий. Официальный глава Петросовета и ВРК. Уже знакомый нам член американской миссии Красного Креста банкир Уильям Томпсон и разведчик Раймонд Робинс тоже не сомневались в победе своего ставленника. Вот и газета Нью-Йорк Таймс поспешила сообщить в России новый глава правительства Лев Троцкий. Но эта публикация оказалась прежде временем. Председателем нового правительства Совнаркома становится Ленин. В ночь с 25 на 26 октября 1917 года игра в поддавки закончилась. Александр Федорович Керенский передал власть Владимиру Ленину и Льву Давидовичу Троцкому. Так никто не любил это временное правительство и Керенского, что было ложное впечатление, что все, что придет потом, может быть только лучше. Но в этом была большая ошибка. То, что пришло потом, было еще гораздо хуже. Около 80 лет советские люди не знали, что происходило в октябре 1917 года. Кто совершал тот государственный переворот. Тем не менее, праздновали, привыкли праздновать. И только сейчас мы открываем для себя правду. Не всем правда нравится. Но без правды у страны нет будущего. В 1927 году режиссеры Сергея Эйзенштейна, снимавшего художественный фильм «Октябрь», привели в Зимний дворец на подлинные места событий. Режиссер отказался снимать там сцену штурма, потому что на узкой лестнице нельзя было развернуть многотысячную массовку. Он, как и его заказчики, предпочел декорации. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова